Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал и маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на поездке экономического календаря в 10.40 по GMT и выступление главного экономической ЦБ Филиппа Лейна. Напомню то, что Лейн известен тем, что именно он анонсировал неизбежное смягчение европейской монетарной политики. И когда мы только готовились к снижению ставки ЦБ, а именно Лейн еще до Лагар дал понять то, что июнь это тот самый период, когда ЦБ пойдет на этот шаг. Я ожидаю то, что Лейн продолжит придерживаться прежнего мягкого, скажем так, взгляда на перспективы дальнейшего изменения ключевой процентной ставки и если будет анонс того, что в рамках этого года возможно еще пару снижений процентной ставки, думаю, то, что европейской валюте будет очень трудно удержаться на текущих значениях и, скорее всего, пойдем еще ниже. В 14.30 по GMT ждем отчет по запасам нефти в США. Завтрашняя торговая сессия – это, пожалуй, главный день текущей недели, потому что завтра очень много макроэкономической статистики из США, той самой, которая влияет на действия риторикой Федрезерва. Завтра будут заказаны товары длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице, годовые данные ПВП и индекс расходов на личное потребление. Эта статистика поможет нам определить перспективы изменения инфляционного показателя и, в принципе, еще раз перезагрузить, скажем так, сознание относительно вероятности действий Федрезерва в рамках сентябрьского заседания. Я думаю, то, что многие из вас ждут как раз именно сентябрьское заседание, рассчитывая на то, что американский регулятор пойдет на снижение ключевой процентной ставки. Но, со своей стороны, хочу отметить, что пока не все, друзья, так очевидно. И есть высокая вероятность того, что ФРС возьмет и перенесет смягчение экономической политики на более поздний период. Пока что индекс доллара довольно стабилен, 105.30 текущие котировки, то есть индекс закрепился выше психологической планки 105 пунктов в соответствии с нашими ожиданиями и прогнозом. Я думаю, то, что рост продолжится. И сейчас интерес к доллару обусловлен последним релизом блока данных по индексам PMI производственного сектора и сферы услуг. В частности, индекс PMI в промышленном секторе вырос до 54,6. Это максимальное значение с апреля 2022 года. Не разочаровали данные по активности в сфере услуг. И это та самая статистика, которая привела к тому, что вероятность смягчения американской монетарной политики в сентябре стала ниже. То есть сейчас она составляет 59,5. То есть 59,5% вероятности того, что американский регулятор снизит процентную ставку в сентябре. Вроде бы как высокое значение. Я не спорю. Это действительно так. Но если мы сопоставим этот уровень с тем значением, которое было буквально чуть больше недели назад, тогда рынок закладывал вероятность на отметке 65%. И сейчас реакция рынка на блок сильных отчетов доказывает то, что в целом трейдеры остаются очень чувствительны к макроэкономическому фону. И я не просто так сделал акцент на очень насыщенное окончание этой недели по релизам. Потому что каждый отчет, сильная статистика может убедить участников рынка в том, что экономический рост в США переживает и остается с таким бустом. Соответственно, сохраняются предпосылки для усиления инфляционного давления. И, значит, представители американского регулятора должны все-таки согласовать возможность переноса сроков снижения ключевой процентной ставки. Также на стороне покупателей доллара сейчас жесткая риторика чиновников Файл Федрезерва, Томаса Баркина, Мэри Дели, которые поддерживают идею того, что снизить процентную ставку можно будет в этом году, но лишь единожды и под самое закрытие 2024 года. Я за дальнейший рост американского доллара и думаю, что индекс американской валюты закрепится, друзья, очень скоро выше отметки 106 пунктов. Европейская валюта против доллара 1.0710. Ждем снижения ниже планки 1.07. Этот уровень мы уже неоднократно тестировали. Факторы, которые будут бить по позициям евро, тот самый крепкий американский доллар. Также риторика чиновников Европейского Центрального Банка. Из последних можно отметить комментарии главы Центрального Банка Нидерландов, класса Кнота, который дал понятие, что ЭЦБ на текущем этапе продолжает действовать и двигаться в рамках обозначенного ранее прогноза. Решения по процентной ставке принимаются ежеквартальные в текущих условиях на фоне сохраняющейся предпосылки для снижения инфляции к целевому, ориентировав 2%, ЭЦБ может согласовать еще 2 снижения процентной ставки в этом году. По этой причине я очень жду сегодняшнего выступления Филиппа Лейна, потому что если и он все-таки подтвердит то, что где-то там, кулуарно, чиновники ЭЦБ обсуждают возможность дальнейшего снижения ключевой процентной ставки, евро все-таки рискует оказаться под фундаментальным прессом и давлением. Макроэкономические данные больше расчаровывают. Последние отчеты по PMI производственного сектора Германии 50.6 в 52.4. Их показатели по еврозоне в целом тоже плохая статистика снижения с 52.2 до 50.8. То есть индексы оказались, подошли снова к пограничной территории, которая деляет восстановление от спада. И если они закрепятся ниже планки 50 пунктов, то мы снова будем говорить о высокой вероятности рецессии, которая неизбежно может последовать за снижением деловой экономической активности. Поэтому, друзья, подумайте, нуждается ли европейская экономика в дополнительных мерах экономического стимулирования. Я думаю, что нуждается и снижение ключевой процентной ставки в текущих условиях при текущей экономической конъюнктуре должно ей очень сильно помочь. Я за дальнейшее снижение евро. Тем более мы, конечно же, не списываем со счетов еще и растущие политические риски после того, как партии власти Макрона и Шольца потерпели поражение от ультраправых партий. Первый тур выборов парламентских состоится уже в эти выходные. Пока что предварительные результаты опросов тоже предварительных указывают на то, что партия Мария Липен бесспорно лидирует. Ее поддерживают больше 35%, в то время как центристскую партию Макрона поддерживает лишь 11% с небольшим процентом. Если ситуация не изменится, то, конечно же, политическая элита радикальным образом сменится. И, по мнению многих экспертов, приход к власти ультраправых может отправить европейскую валюту не то, чтобы ниже уровня 1,05, но и даже в район паритетного значения. Британская валюта против доллара 1,2685. Целевой ориентир 1,25 все также актуален. На прошлой неделе мы следили за данными по инфляции. В частности, индекс потребительских цен в Англии снизился до 2%, достигнув целевого ориентира. Базовый индекс потребительских цен скорректировался с 3,9% до 3,5%. Да, я хочу отметить, что для Банка Англии, конечно же, первоочередное значение имеет базовая инфляция. Но все-таки не будем игнорировать тот факт, что основной индекс потребительских цен тоже учитывается. И он уже вернулся в район целевого значения. Банк Англии на заседании все же пока что решил не корректировать ключевую процентную ставку, но начал придерживаться мягкой риторики. И, по сути, анонсировал снижение ключевой процентной ставки в августе. Сейчас вероятность того, что Банк Англии пойдет на этот шаг, превышает 60%. В то время как до заседания Банка Англии на прошлой неделе вероятность снижения ставки в августе была чуть больше 30%. Данные из Англии тоже пока разочаровывают. Прежде всего делаем акцент на индекс активности в сфере услуг, на который приходится больше 65% вклада в динамику ОВП. И показатель скорректировался до 51,2%. Я думаю, что в текущих условиях британская валюта будет очень трудно перехватить инициативу у покупателей, поэтому ждем дальнейшие снижения к уровню 1,25, как ранее обозначил. И пара доллар-японская иена 159,84. Друзья, мы, как и все трейдеры, ждем вмешательства Банка Японии и Минфина в ситуацию на валютном рынке. Нужны валютные интервенции. Ранее эксперты отмечали, что единственное, что сейчас может остановить девальвацию национальной валюты, это повышение ключевой процентной ставки со стороны Банка Японии. Но здесь нужно отметить то, что Банк Японии сперва должен убедиться в росте инфляции. И пока предпосылок для этого нет. Я уверен, что Банк Японии поднимет процентную ставку, но сделает это позже, не на данный момент. Пока что больше склонен полагать, что нам стоит рассчитывать либо на июльское заседание, когда могут быть корректированы объемы программы количественного смягчения, либо на вербальные интервенции, а лучше бы даже на фактические интервенции, потому что уже пришло время. Буквально на текущих значениях, ну чуть повыше, в конце апреля-начале мая Банк Японии уже вмешался. Тогда спровоцировал снижение пары доллар-иена больше, чем на 600 пунктов. То же самое может произойти и сейчас. Если мы вспомним то, что Банк Японии против дальнейшего ослабления национальной валюты, что разгоняет цены на импульс, то фактически действия и механизмы контроля курса могут последовать буквально в самое ближайшее время. Я за то, чтобы Банк Японии не отсиживался. Поэтому, друзья, готовимся к очень мощному нисходящему ралли, который может последовать в любой момент. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!